на очереди у нас следующий видео урок напомню меня зовут александр владимиров эта школа logic pro help сейчас мы разберем с вами такой интересный эффект который нередко можно услышать в электронной танцевальной музыке когда у нас огромное количество реверберации казалось бы на лиде или на вокале но при этом сам лид или вокал они звучат достаточно четко не тонут в миксе но при этом ревера до фига особенно если мы говорим про вокал этим грешит хорошем смысле транс особенно uplifting транс то есть когда куча просто реверберации и на вокале и на синтах в том числе а если мы говорим о синтах и о басе то как правило это конечно такая прям идея музыка но давайте ближе к сути у нас есть такая примитивнейшая заготовочка это простенькая мелодия и лид звучит довольно просто что мы можем сделать мы можем добавить сюда реверберацию давайте это и сделаем сделаем это через send канал то есть мы нажимаем сюда вот у нас send затем здесь выбираем бас ну например 1 и сюда уже на 1 бас в аудио эффект и вешаем какой-нибудь реверб ну давайте возьмем например хрома реверб мне он более-менее нравится и здесь что-то попытаемся выбрать поскольку нам нужно дофига реверберации то мы возьмем какие-нибудь синт ревербы либо space и но явно не румы то есть что-то где у нас очень много вообще прям реверберации где дикей у нас несколько секунд а может быть даже больше десяти и конечно же вот эту ручку микс подмешивания мы делаем достаточно высокой также еще напомню очень важный момент о котором иногда люди забывают о том что dry with если мы работаем через посыл через send должен быть вот в таком положении dry должен быть на минимуме with должен быть на максимуме чтобы мы добавляли вот этой вот ручкой вот этой ручкой только саму реверберацию а для того чтобы здесь у нас была только реверберация нам нужно чтобы у нас был только with напомню with это мокрый сигнал то есть непосредственно реверберация отражения dry это сухой сигнал это тот звук который мы сюда добавляем если же в вашем ревербераторе одна единственная ручка микс не drive это ручка микс то ручку микс вы делаете на максимум сто процентов все это как грецы зафиксировали это мы помним теперь добавляем очень много ревербера к примеру мы добавили прям много ревера и мы слышим давайте возьмем еще концертный холл на прям много мы добавили много реверберации но микс уже такой но слышно даже без всевозможной аранжировки что ревера прям много и это может в миксе давать некую кашу но мы ищем не только способ как оставить этот лид читаемый а мы ищем способ еще сделать определенную фишку и сейчас я вам ее покажу что мы делаем мы берем и добавляем именно в сент канал после именно после хрома реверба добавляем в разделе динамикс компрессор и мы делаем сайды чейн но здесь в импуте мы ставим не бочку как обычно это бывает при работе с сайды чейном друзья отличные новости мы совместно с тиньков банк предоставляем вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение без первоначального взноса вы оплачиваете покупку деньгами банка а потом постепенно возвращаете их в течение оговоренного срока банк рассмотрит заявку даже если у вас нет официальной работы подтверждение дохода не является обязательным условием для получения рассрочки все очень просто выбираете любой курс и списка на этой странице нажимаете купить в рассрочку вводите ваш номер телефона и email и нажимаете оплатить далее выбираете купить в рассрочку выбираете подходящий срок погашения например 6 месяцев и нажимаете оформить на следующей странице заполняете свои данные фамилия имя отчества проверяйте остальные данные нажимаете далее и ждете смс на указанный номер телефона банк рассмотрит вашу заявку и в течение пяти минут пришлют положительное или отрицательное решение по рассрочке все сразу после оформления рассрочки вы получите курс на указанный email после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас а мы ставим как раз таки вот этот вот лид в разделе инструмент свой мы выбираем этот лид то есть когда у нас будет звучать этот лид а вот он у нас здесь звучит здесь не звучит в этот момент будет удавливаться звук ревера и мы получим стало быть какой-то интересный эффект давайте проверим атаку я сделаю минимальную рейше 4 к одному по умолчанию релиз давайте выключим автоматический релиз будем его настраивать сами я поставлю пока 50 миллисекунд небольшой автогейн я всегда выключаю не доверяя этой функции ни в одном из компрессоров и трешхолд мы будем настраивать так чтобы ну просто на слух у нас что-то хорошее получилось чем ниже у нас трешхолд тем сильнее звук будет зажиматься тем сильнее звук ревера будет зажиматься и мы вот здесь вот через гейн редакшн это сможем увидеть давайте теперь пробовать а теперь обратите внимание что мы слышим мы слышим что в момент когда перестает звучать этот самый лид у нас звук словно всплывает плавно вот так вот и мы можем регулировать насколько сильно нам уже нужен этот эффект если я хочу усугубить его я могу сделать вот так фактически когда звучит вот этот вот лид у нас как будто реверберации нету но естественно потому что у нас компрессор очень сильно удавливает и и вот в таком вот случае если я сделаю где-то минус 25 то мы убиваем двух зайцев сразу с одной стороны у нас не так сильно лид утоплен в этом самом ревере и в то же время мы слышим такой вот большой хвост вот здесь в конце реверберационный и в общем все прикольно и конечно же как уже наверно догадались я не зря сделал такую мелодию важно чтобы была пауза у нас вот здесь вот ну фактически один такт у нас вообще мелодия не звучит и как раз в этот момент у нас есть такое время промежуток при котором всплывает у нас вот самый этот ревер поэтому если у вас мелодия так скажем очень часто и она очень содержит много нот которые идут друг за другом то такой эффект он теряет всякий смысл он имеет вообще какую-то какой-то вес тогда когда у вас между нотами есть достаточное количество времени промежуток времени чтобы в этот момент ревер всплывал точно так же и вокал если ваш вокалист тараторит безумовку и у него сплошняком идет текст речитатив то опять таки этот эффект не сработает но если вокалист говорит какие-то фразы и между ними есть паузы вот тогда то это сработает очень круто и также это хорошо работает с басом если повторюсь расстояние между нотами в общем то какое то есть тогда ревер успевает всплыть это дает очень прикольный классный эффект ну что ж на этом все вот такой простенький эффект также вы можете немного поэкспериментировать вы можете записать в аудио только звук самого ревера и затем с этим аудио уже как-то поиграться в общем порезать его и так далее но это уже будет тема следующих возможно уроков и вам такое небольшое домашнее задание так что этот эффект используйте он я не скажу что супер часто применяется в электронной музыке но он используется я бы сказал нередко и почему я вам его рассказываю потому что это крутой на самом деле трюк но такой немного недооцененный если вы будете его грамотно использовать своих треках то вы будете выделяться на фоне остальных вы сами знаете сейчас много однотипной музыки если вы сделаете вот такой вот эффект это будет действительно свежо интересно и не избито на этом все с вами как всегда александр владимиров logic pro help школа до новых встреч пока